И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взял дочь брата Господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? «Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобой, возьми ее и пойди, пусть будет она женой сына Господина твоего». Как сказал Господь. «Когда раб Авраамов услышал слова, и кто преклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревеке. Так же и брату ее и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, «Отпустите меня, и я пойду к Господину моему». «Пусть побудет с нами девица дней хотя бы десять, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к Господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Аврамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека, и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Бейр-Лохан-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. И возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюда. Ревеку взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказал рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла, покрывала и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку. И она сделалась ему женой, и он возлюбил ее. И утешил Исаак в печали по Сарре, матери своей. Глава 25. И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Йокшана, Медана, Медиана, Ишбака и Шуаха. Йокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Лиюмим. Сыны Медиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хеттуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку, сыну своему. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки. И отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дни жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости добрый. Престарелый и насыщенный жизнью. И приложился к народу своему. И покребли его Исаак и Измаил сыновья его в пещере Махпеле на поле Ефрона. Царя на поле Ефрона. Сына Цохара, хитиянина, которая против Мамра. На поле и в пещере, которую Авраам приобрел от сынов Хеттовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Бейр-лахай-Рове. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых. Имена их, родословие их. Первенец Измаилов. Наваиов. За ним Кедар, Отбейл, Мефсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Фема, Етур, Нафиш и Кедма. Сие суть сыны Измаиловы и сие имена их, в селениях их и кочевьях их, это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловы было сто тридцать семь лет. Искончался он и умер. И приложился к народу своему. Они жили от Хавиллы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Асирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Аврамова. Аврам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила, армиянина из Месопотамии, сестру Лавана, армиянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это?» И пошла попросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени во чреве Твое, и два разных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый. И нарекли ему имя Исаф. Потом вышел брат его, держась рукою своей запятой Исафа, и наречено ему имя Иаков. Исаф был шестидесяти лет, когда они родились от Ревекки. Исаф был шестидесяти лет, когда они родились от Ревекки. Дети выросли, и стал Исаф человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком коротким, живущим в шатрах. Исаф любил Исафа, потому что дичь его была по вкусу, и Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, и Исаф пришел с поля усталый. И сказал Исаф Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище – Едом. Но Иаков сказал Исафу, продай мне теперь все свое первородство. Исаф сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поплялся ему и продал Исаф первородство свое Иакову. И дал Иаков Исафу хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исаф первородство.